Только за прошедшую неделю в больнице Иркутской области обратилось более тысячи человек с укусами клещей. Всего с начала сезона зафиксировано 2200 обращений. Это на 200 случаев больше, чем в прошлом году. Всего исследовано тысяча клещей, из них 14 оказались переносчиками энцефалита. В этот центр горожане обращаются при укусе клеща. Здесь паразиты снимут с тела и возьмут все необходимые анализы. По результатам лабораторных исследований, двое иркутян госпитализированы с подозрением на энцефалит. С учетом, что ситуация обострилась, в Центре профилактики клещевых инфекций перешли на летний сезон работы. Сейчас в данный момент мы работаем с 8 утра до 9 вечера без выходных. Все обратившиеся до 12 часов получают результат обследования клещей к 17 часам в день обращения. По словам специалистов, сейчас наступает пик активности этих паукообразных. А значит, самое время начать обработку от паразитов в лесопарковых зон города. Одна из первых – мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Здесь работает 9 дезинфекторов. Им предстоит опрыскать раствором 20 гектаров. Препарат должен подействовать в течение нескольких дней. То есть мы вот сегодня распылили. Хорошо, если 2-3 дня постоит сухая безветренная погода, значит препарат впитается в почву, подействует на все слои почвы, где зимуют клещи. Если же вот через 2 дня пройдет дождь, соответственно, концентрация препарата снизится и не все клещи погибнут. Поэтому через 2-3 недели надо будет повторять нам обработку. На тех кровососущих, которые находятся на поверхности, раствор начинает действовать мгновенно. Специалисты отмечают, средство опасно только для нервной системы клещей. Другим же насекомым, а также растениям, животным и человеку вреда оно не нанесет. Сроки обработки согласуются с Роспотребнадзором, как контролирующей организацией. Необходимо дождаться начала пика активности клещей, потому что срок действия препарата около полутора месяца, месяц-полтора. Соответственно, двукратная обработка позволит накрыть, скажем так, активную фазу клещей до середины лета. Обработка будет проходить в два этапа. В следующий раз дезинфекцию проведут через месяц, в июне. Всего планируется обезопасить от паразитов более 600 гектаров. Это парки, рощи и скверы Иркутска. На эти работы из городского бюджета выделено около полутора миллионов рублей. Даниил Рудаев, Александр Барановский, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.